Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова И тем более не допустить купания в неразрешенных местах, особенно детей. В регионе началась профессиональная подготовка матросов-спасателей. У всех еще свежа в памяти трагедия, которая произошла летом прошлого года в детском лагере на Сямозере в Карелии. Тогда из-за беспечности взрослых и несоблюдения требований техники безопасности на воде погибли 14 школьников. Это стало одной из причин проекта подготовки матросов спасательных станций на водных объектах. Обучающийся получает весь комплекс необходимых знаний и навыков, который поможет ему в последующем выполнять свои функции и обязанности по обеспечению безопасности, в первую очередь наших детей. В обучении принимают участие представители всех муниципальных образований области. Программа рассчитана на 120 часов. Матросы-спасатели будут работать в детских лагерях и санаториях. Мы зачастую выходим в шлюпочные походы на море, на водных объектов. И прохождение этих курсов, я думаю, очень поможет в дальнейшем при нахождении на воде. За три недели обучения спасатели ознакомятся с тактикой спасения на воде, пройдут психологическую подготовку и научатся работать с оборудованием, а также оказывать первую медицинскую помощь. Сегодня мы отрабатываем непосредственно в майне, в прорубь, в северной длина. Ну и отрабатываем спасение с помощью конца Александрова, спасательного круга, и по нескольку с подручными средствами, и уже сами непосредственно друг друга. По окончании курсов матросы-спасатели станут настоящими профессионалами своего дела, которые всегда смогут вовремя прийти на помощь. К другим темам. В поселке Турдеева появится новый детский сад. Его строительство будет профинансировано из областного бюджета. Проектная документация разработана. Теперь главное – успешно провести аукцион и найти ответственного подрядчика. На месте будущего детсада побывал глава Архангельска Игорь Годзиш. Проект оценивается в 70 миллионов рублей. Детсад рассчитан на 60 мест. Аукцион по выбору подрядчика состоится 21-го. Сегодня процесс запущен. Надеюсь, что придут достаточно грамотные подрядчики. По крайней мере, при подготовке конкурсной документации постарались учесть все аспекты, чтобы у нас там не появилось странных компаний в этом проекте. Напомним, что работа действующего детского учреждения в Турдеево была приостановлена в ноябре 2015 года. Сейчас малыши посещают детсад на лесной речке. В 2018 году появится новая дорога от Санкт-Петербурга до Архангельска. Транспортный коридор пройдет по маршруту Санкт-Петербург, Ладейное поле, Вытигра, Прокшина, Соуза, Каргополь, Плесецк, Бринаволок, Архангельск. Протяженность трассы – 660 километров. Это в два раза короче нынешней дороги до северной столицы. Все региональные трассы, участвующие в маршруте, станут федеральными. Губернатор Архангельской области Игорь Орлов отчитался о доходах за минувший год. Общая сумма составила 3 миллиона 697 тысяч рублей. По сравнению с 2015 годом размер доходов главы региона снизился на 30%. Согласно декларации, губернатор владеет домом площадью 103 квадратных метра и участком в 8 соток на праве долевой собственности. Ездит глава региона на автомобиле «Мерседес-Бен» с 2010 года выпуска. Вся недвижимость, принадлежащая семье Игоря Орлова, находится на территории России. Архангельским предпринимателям поступают звонки с предложением купить документацию, необходимую для оформления уголка потребителя. Звонящие представляются сотрудниками Роспотребнадзора и угрожают проверками в случае отказа от покупки. Если человек соглашается, к нему тут же отправляется курьер с товаром. На одной такой сделке мошенники зарабатывают полторы тысячи рублей. В Роспотребнадзоре призывают невередельцам и сразу после звонков обращаться в полицию. Подобные действия не имеют никакого отношения к деятельности управления. Управление не предлагает и не продает никакой нормативно-правовой литературы. И проверки в отношении индивидуальных предпринимателей и юридических лиц проводятся исключительно согласно действующему законодательству. В Архангельске побывали трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина и экс-чемпион мира по боксу Дмитрий Пирог. Прославленные спортсмены приехали в столицу Поморья в рамках проекта «Детский спорт». Он направлен на организацию досуга школьников во внеурочное время и включает организацию спортклубов, поддержку тренеров, ремонт спортзалов в сельских образовательных учреждениях. Почетные гости посетили 12-ю школу областной столицы. Минувшим летом в спортзале полностью поменяли полы, установили новое освещение и спортивное оборудование. На эти цели школа получила около двух миллионов рублей. Сегодня в зале проходят не только уроки физкультуры, но и занятия школьного спортивного клуба «Полет». Хочется пожелать вам хороших результатов, чтобы у вас все время было интересно в этом зале. Не только на уроках, но и на тренировках, и чтобы клуб ваш процветал. В рамках визита также было подписано соглашение о сотрудничестве между Архангельской областью и Всероссийской федерацией школьного спорта. О новостях региона продолжим рассказывать в 16 часов на канале ПС. Не пропустите, я жду вас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова